Здравствуйте, уважаемые зрители! Прошу вас оказать помощь каналу и подписаться на нашу историю «Это гордость» в Телеграме. Для зрителей за рубежа будет бонус в виде отсутствия рекламы. Также видео в Телеге могут выходить раньше из-за проблем загрузки видео в Ютубе. Ссылка в описании. Сегодня хочу рассказать о очень интересной операции по штурмовке врага, которую провели наши летчики. Итак, 29 августа 1943 года в районе Старой Руссы, это район бывшего Демянского мешка, 6 самолетов ИУ-2 из состава 3-го гвардейского ШАД, которых еще называли летающими танками из-за бронирования 4,6 мм, идут на штурмовку станции противника. Над аэродромом Саменко штумовики встречаются с истребителями прикрытия, коими были 10 венд-лизовских аэрокобр из состава 5-го гвардейского ИАД. Данная машина была весьма хороша по огневой мощи и маневренности, но только когда ее управляли опытные летчики. Для новичка «Кобра» была опасна из-за склонности к штопору. Но речь сегодня не об этом. Итак, встретившись, группа советских самолетов направилась к линии фронта. Штурмовики шли по перекрытиям пар П-39, справа и слева, на расстоянии в 200 метров. Еще одна ударная группа из четырех машин шла сверху, прикрывая их сзади и сверху. И еще две «Кобры» шли на высоте 3000 метров, с целью пресечения внезапных атак. Достигнув линии фронта у Старой Руссы, советская группа самолетов попала под зенитный огонь с земли, вследствие чего один ИУ-2 был подбит, а остальные, маневрируя, сохранили строй и продолжили движение дальше. Достигнув аэродрома врага Тулебля, наши летчики заметили 8 190-х фокеров на старте, у части машин уже работали двигатели. Поэтому четверка самолетов, шедшая выше, под командованием гвардии майора Магерина, атакует аэродром, тогда как штурмовики ИУ-2 продолжают движение под прикрытием оставшихся аэрокобр для удара по эшелонам противника. Так, при атаке врага очередью с дистанции в 60 метров гвардия лейтенант Лагимов сбивает немецкий ФВ-190 на взлете, который падает недалеко от аэродрома. Также гвардии младший лейтенант Черноглазов обстреливает самолеты на самом аэродроме, правда, видимых повреждений наши летчики не заметили. После чего советские аэрокобры начинают отход из-за сильного зенитного огня с земли и вскоре присоединяются к идущим ИУ-2 на штурмовку, которые, достигнув цели, нанесли удар по двум эшелонам противника у одноименной станции Тулебля. А дальше в небе появляется четверка Фокеров, взлетевшая с того самого аэродрома, который наши атаковали раньше. Заметив врага, гвардии капитан Заболотнов бросился на отсечку противника и атаковал Фокер с дистанции в 100 метров, повредив его левую плоскость. После чего самолет врага перевернулся в воздухе и упал в районе станции. В это же время гвардии лейтенант Богомолов вел бой с двумя Фокерами в лобовых атаках. В один момент немец попытался уйти, но наш пошел на перерез и огнем с дистанции в 70 метров и на высоте всего в 50 сбил немца. Также получив предупреждение по радио о возможной атаке сзади, гвардии майор Магерин сам заходит с тылу на высоте 600 метров и сбивает еще один Фокер противника. Летчик выпрыгивает с парашютом, но по нему открывают огонь. Отличился в противостоянии с врагом и гвардии капитан Логутенко, находившийся на высоте 3000 метров и заметивший, что пара ВФ-190 пытается атаковать наши штурмовики. Поэтому, используя запас скорости и высоты, советский летчик атакует врага с дистанции в 40 метров сзади и сбивает еще один самолет. А дальше уже во время отхода в районе Старой Руссы еще одна пара Фокеров попыталась атаковать наши самолеты, но неудачно. Так, заметив противника, ведущий гвардии капитан Шишкин пошел на сближение и завязал встречный бой. При этом один из Фокеров зашел со стороны хвоста Аэрокобры, но гвардии капитан резким маневром уходит из-под атаки. При этом его ведомый гвардии младший лейтенант Черноглазов, оказавшийся выше, атакует врага с дистанции 100 метров и сбивает еще один Фокевольф-190. На этом бой заканчивается, а результат его был следующий. У нас потерь от самолетов противника не было ни среди ИУ-2, ни среди Аэрокобры. А вот сам противник потерял 6 Фокеров. Вот что значит отличная организация прикрытия и мастерство летного состава. А у меня на этом все, всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.